Друзья, всем привет! Сегодня у нас дегустация, которая называется Secret Space Sight. Это уникальные виски из региона Space Sight. Откроет наш вечер, как ни странно, релиз с Капа 16 лет, который уже снят с производства. Это Аркнейские острова. Он не имеет отношения к Space Sight, но тем не менее, это такой своего рода welcome drink. И далее уже непосредственно отправляемся в регион Space Sight. Нас ждет первый релиз, с которым мы познакомимся, это Капердоник, 18 лет. Дистиллерия больше не существует, поэтому это уникальный опыт, 18 лет торфяной. Далее, не менее интересная дистиллерия Glen Kit, ныне здравствующая, к счастью. И она действительно удивлять может любителя виски своими отменными, ароматными и редкими довольно релизами. Далее, дистиллерия Long Morn, на которой начинал свой путь Масатака Токетсура, отец японского виски. 23 года, двойная выдержка. И в заключение, опять же, уникальный Капердоник, 25-летний, четверть века. Эта бутылочка ждала своего часа, чтобы сегодня нас удивить. Далее я передаю слово Александру Бако, бронетамассадору, Перно Рикар, который подробнее расскажет о каждом релизе. И у вас есть шанс насладиться с нами просмотром этого видео. До встречи. Приходите к нам на дегустации. Итак, друзья, еще раз всех приветствую на нашем вечере, который посвящен программе Secret Space Sight. Это очень такая интересная, уникальная линейка виски, который довольно труднодоступен. И релизы довольно редкие. И я хочу с радостью представить вам бронетамассадора, с которым мы уже знакомы по многим дегустациям Глин Ливит и Акроу в том числе. Александр Бако приехал к нам из Москвы специально для того, чтобы провести с нами этот прекрасный вечер. Давайте поприветствуем, Таша. Слушай, ну, тебе надо было приглашение, Таша. До этого он был онлайн-кроводили. Да, наконец-то мы будем провести эту вечер. Тем более у нас очень интересная тема. Secret Space Sight, секретный или таинственный Space Sight. То есть действительно интересные релизы. Мне довелось несколько из них уже попробовать. Поэтому с уверенностью могу сказать, что здесь очень интересный виски, необычный. Ну, плюс ко всему, конечно, он довольно труднодоступный. Но надеюсь, у нас будет возможность и какой-нибудь релиз приопустить себя в коллекцию после нашей встречи. Поэтому мы с Димой поговорим с этим. Вот. Начнем наш вечер. Опять же, линейка. Будем дегустировать по порядку. По повышению возраста. Скапа немножко выбивается, да, из нашей программы Secret Space Sight. Но это такой, по сути, welcome drink. Хочется позже рассказать про дистиллерию Скапу, послушать Сашу. И самому активному участнику традиционно приз. Задавайте свои вопросы. Ручка Паркера ждет вас. Поэтому не стесняйтесь. Обращайтесь к Александру. Учите его вопросами различными. Вот, зря он из Москвы ехал. Да, конечно. Поэтому давайте начинать. Ребята ждут в онлайне. Офлайн тоже. Я думаю, что... Слово тебе, Саш? Да, да. Слушай, ну, на самом деле, сразу, да, если говорить о линейке, которая сегодня выстроена, помимо Secret Space Sight, Жене надо отдельное спасибо сказать, потому что он... Ну, я думаю, что можно смело сказать, что для былка, ну, 16-летняя Скапа, это прям уникум. По той простой причине, что сейчас купить 16-летнюю Скапу практически невозможно. Ну, и найти где-то. Если тоже какие-то коллекции. Почему? Потому что она уже не производится больше... У нас в городе 5-5 лет. Не производится уже. То есть все, что до этого попадалось, скорее всего, дата розлива была до 2016-2017 года. Ну, на мой взгляд, вообще, если говорить о Скапе, Скапа для многих людей, кто увлекается островами, это, наверное, такой нонсенс, да, причем потому что, ну, принято долгое время было считать Скапу самым недымным островным видом. И вообще соседство такого завода, как Highland Park, рядом с заводом Скапой, наверное, тоже сказывается. Вообще, на сегодняшний момент у Скапы есть такая история, что они, проверяя определенный рестайлинг, если можно так выразиться, и два релиза, которые сейчас выпускает завод, это оба релиза, которые являются нас. Может быть, сталкивались, может быть, уже видели их. Но на сегодняшний день это связано с тем, что завод производит, ну, из того, что мы будем сегодня пробовать, по объему производства это самый маленький завод. Ну, не считая Копердоник, причем, потому что Копердоник уже, это вообще другая совсем весовая категория, завод закрытый больше 18 лет назад, и здесь вокруг Копердоника очень много историй на тему того, что эксклюзив этого продукта обуслаживается тем, что, прежде всего, завод уже не существует, да. Ну, и в том числе тем, что с этого завода найти релизы можно было преимущественно от негациантов, то есть официальных релизов практически не было за все время существования бренда. Вот, но если вернуться к Скапе, то, говоря о Скапе, наверное, все-таки здесь близость и параллель вот этой всей истории относительно Аркнейских островов. Но я уверен, что с Ваней же у вас был, да, да, была демонстрация по Хайланд-парк. А фактически вот все, что Ваня рассказывал вам о культуре, о Аркнейских островах, о людях, это то же самое касается и Скапе абсолютно. Но если говорить о стилистике, то Скапа до недавнего времени не выпускала вообще дым. Релизов, что для многих воспринималось как, почему островной виски не дым. Вот, и несколько лет назад выпустили релиз, который дым. Ну, как все привыкли, что если копченый виски, если скочь, то копченость в нем приобретается за счет торфа, который используется при заложении. А на Скапе решили немного сделать такой фильм душами, а не что сделали. Они заимствовали опыт, который уже был достаточно неплохо обкатан на стилерии Гэдлибет, на дуракбитет, который в России не представлено. Она выдерживается в бочках из-под островного виски, который имеет ярко выраженный торфяной характер. И здесь, вот если говорить о нынешней Скапе, два релиза, один анбитет, не дымный, а второй с легким дымным оттенком, и там дымность как раз-таки приобретается исключительно за счет вот этих вот бочек из-под островного виски. Не говорят, какие бочки, из-под какого конкретного виски, но я думаю, вы догадываетесь, да? Географическое влияние здесь никак не получится игнорировать, оно имеет очень-очень важное влияние. Но, опять же, здесь обусловливается тем, что по закону Шотландии вы не имеете права на этикетке, в официальных источниках указывать бренд напитка, который до этого был в этой источнике. Будь то Бупон, Херес, Модерна, Модера, Парфейн и так далее. Вот. И поэтому сейчас, если мы говорим о бочках, которые ходят на нынешней Скапе, это вот как раз-таки использованный дым, бочек из-под дымного виски. Из-под какого конкретно, я не знаю, но здесь это просто очень банальный лодок, можно предположить. Относительно самого завода, мне, к сожалению, не удалось отоехать до Скапе, когда до пандемии мы были в Шотландии, но, тем не менее, если говорить о нынешней Скапе, что она себя представляет, завод по объему производства небольшой, прежде всего около миллиона литров в год. Ну, в противовес, я не знаю, того же самого лидера рынка, который производит в 20 раз больше. А большая часть заводов, которые сегодня являются основными игроками, это в среднем от 3 до 7 миллионов литров. Мы должны понимать, что Скапе это не такой прям нишевый бренд, нишевый продукт в силу того, что его производят. Ячмень привозят уже с наложенным на остров, и сухой безходов на производство. Из интересных фактов, наверное, можно выделить историю этой местности. Причем, потому что, наверное, стоит добавить то, что помимо производства виски для Великобритании и Шотландии, в частности, Остров, Аркнейские острова, в частности, залив Скапа, являлся стратегической точкой во время Второй войны. И, собственно говоря, если я ошибаюсь, одна из военных парк была там недавно закрыта, одном из остров. Но ситуация на сегодняшний момент. На производстве работают люди, которые, собственно, или непосредственно являются работниками за УСК. Но некоторое время назад была такая история, что людей не хватало, и на Скапе работали те же самые люди, которые работали на Арлент Парк. То есть они, условно говоря, четыре дня в неделю работали на Арлент Парк, два дня в неделю работали на Скапе. И объем производства, например, позволяет это делать. Сейчас это две абсолютно разные организации. И те, кто помнит нашу дегустацию с Виски Эдуал, я рассказывал о мастере дистиллере нашем, Грэмми. Фактически на сегодняшний день он отвечает в том числе за завод Скапа. То есть он является мастером дистиллеров завода Скапа в том числе. Ну и если говорить о релизе, с которого мы сегодня не первые, которые скрыли, на самом деле мы просто хотели, как погода такая, чтобы можно было настроиться на дегустацию. Это был SpaceSight, это была порция Адуал 12-летней. В принципе, для многих, скорее всего, он был совершенно знакомого вкусу. Но 16-летняя Стапа, давайте так. Я просто про свои такие моменты расскажу. У меня есть такая бутылка, но в силу определенных моментов я не удержался, и бутылка уже открыта. Я об этом жалею. Почему? Потому что в последний раз закрытую бутылку в Скапе 16-летнюю я видел около 2 раза. Сегодня на одну бутылку стало меньше. И на сегодняшний день у Скапы, если говорить о медалях, заслугах, вот в Скапе 16-летняя, из года в год, пока ее производили, она собирала кучу медалей, кучу конкурсных позиций очень-очень хороших. На мой взгляд, это очень даже оправданно. Почему? Потому что Скапа 16-летняя стала техобизитной карточкой. Потому что были НАСА, которые выпускались, были 14-летняя Скапа, нерегулярка была, 10-летняя Скапа, тоже нерегулярка. И 16-летняя скрепилась в собор в каком-то образе. Если говорить о палитре, давайте, я, наверное, сегодня не буду, не в моих правилах рассказывать. Это детально помню, что здесь аромат ванили, здесь еще что-то, еще что-то. Мы тут на одной дегустации очень долго спорили на тему того, что все-таки такое оттенки лакриции. Потому что они безумно часто встречаются. И вот у нас для многих лакриция – это такой продукт повседневный, на завтрак, еще что-то. Но если говорить относительно 16-летнего релиза, на мой взгляд, он, несмотря на отсутствие вот этой характерной островной стилистики, достаточно теплый. Все с точки зрения того, что, ну, крепость здесь учитывать нужно, потому что она традиционная, это 40 градусов, стандартная крепость. И на сегодняшний день для большинства людей это оптимальная крепость. Оптимальная, при которой ты можешь комфортно наслаждаться на берегу. Все остальное, что мы сегодня пробуем, имеет, ну, в разных пропорциях крепость отличается. Но я думаю, вы, в принципе, каждый из вас сможет оценить, поскольку та или иная крепость проявляется в определенных характеристиках. Из интересных нюансов относительно скапы, как раньше, так и сегодня, в том числе можно выделить перегонный куб. Ламонский перегонный куб, он форму имеет, это очень такое необычное, то есть вот так называемая шея на перегонном кубе. Со стороны смотришь, ощущение, что просто кастрюлю огромную поставили, квадратную. Очень-очень сураза смотрится, но объясняется, что именно такая форма перегонного куба позволяла получать спиртей, которые, по своей сути, были достаточно легкими. Что, ну, было, опять же, нетипично, нетипично для тех производителей, которые закрепили с собой вот эту вот, как некую такую визитную карточку, каким должен быть и странной визит. Это из той же истории, каким должен быть и Спейсайд, или что там, по странной обязательно копченый, а все, что производится там в Тайланд и Спейсайд, это не копченый. А смотрите, здесь бочки абсолютно все репилы, но не указывается, какие именно в 16-летних. В новых релизах, в NASA, там прям четко прописывают, что в одном релизе это бочка первого заполнения American Home, а у второго это бочка американская и финиш в бочках из-под дымного релиза. Вот, здесь не указывается, я более чем уверен, что это, скорее всего, именно бочка Бурфон. Вот, в чем? Потому что если бы были хелестные бочки, обязательно бы указали на институте, это было бы действительно очень мощным и конкурентным привлением. Потому что все, в принципе, сейчас наблюдают такую историю, что для большей части производителей игра с бочками – это возможность сделать уникальный продукт. Это раз. Второе. Сейчас в глобальности, посмотрите, это очень хорошо работает. То есть, в принципе, зрение маркетинга, когда человек, он, о, какая-то необычная бочка. Сразу все начинают нерегидаться. Из последнего, из того, что прям нестандартное, наверное, можно выделить бочку из-под дымного релиза. Эту поправку внесли. Но это как раз таки показывает нам то, что игра с бочками, она у самих производителей активно используется. И на законодательном уровне они же лопируют, чтобы им дали возможность использовать другие. Что касаемо завода, еще, наверное, можно выделить то, что источник воды – это ручей, который утекает практически вдоль завода. Воду, понятное дело, приготовивают, очищают. И на сегодняшний момент, в нашем случае это не исключение, источник воды стал необходимостью для создания завода. И вот тут, например, привязка была именно к источнику воды. Относительно названия, тоже куча версий, причем некоторые очень-очень обзорные. Одна, ну, я склоняюсь к двум версиям. Само название завода дано в честь залива. Залив называется «Скапа-хол». По одной из версий название залива появилась, если что, птичка такая, «Скапа». Но это не про эту историю. То есть птичку-орнитологи название этой птички дали действительно позже. То есть исторически там идет отсыл к тому, что это связано с корнем слова. И «Скапа» практически это, ну, производные и эволюционированные поражения от детского слова. Причем на сегодняшний день четко объяснить, от какого именно слова и что оно означает, не могут. Кто-то это связывает с погодой, кто-то это связывает с... Ну, то, что погода на Арктийских островах, она весьма-весьма неприхотлива. То есть я не помню, рассказывал, не рассказывал, что приведутся к институтам. Но в Акландии, особенно чем северный, есть такая шутка, что, ну, детям, недостигшим, там, условно говоря, 13-14 лет, запрещено разговаривать на тему погоды и уж тем более шутить на тему погоды. Почему? Потому что, типа, жизнь и опыт еще не такой большой, чтобы разнообразие шотландской погоды обсуждать. Но если говорить относительно погоды, я думаю, сегодня можно сказать, что в Питере была чисто шотландская, февральская погода. Потому что там солнце, снег, ветер, потом через какое-то время опять солнце можно начать смотреть. Только нормальная история для Арктийских островов, в принципе, для большей части шотланды. Вот. Если говорить о релизах, которые фактически сегодня, наверное, будут являться неким таким, ну, доминантой в нашей эксплуатации. Женя уже вкратце рассказала, что в категории секретовый сайт, в нее собраны уникальные спирты с заводов, которые принадлежат компании Chivas Brow. В сегодняшний день количество заводов 14. Из них один завод – это завод, который производит зерновые спирты, которые в том числе уже используются на создании купажей. Таких купажей, как Valentine's, Chivas и так далее. Но остальные 13 – это SYNGLE NOV виске. В принципе, с некоторыми из них вы, скорее всего, знакомы, сталкивались. Недавно, когда у вас была депутация, то волонтальцы попробовали в Гленбурге и в Милкендах. Это, собственно говоря, тоже из числа заводов нашей компании. Также их можно пополнить такими заводами, как Аберлау, разумеется, для Ливит. И если говорить о заводах Копердоник, Гленбид и Лонгмор, это заводы, которые, с одной стороны, долгое время воспринимались в искусственном сообществе. Они принадлежат Chivas Brow, это заводы доноров. Но индустрия на сегодняшний момент не сильно изменилась по сравнению с тем, что было 50 лет назад. Больше ресурсов, разумеется, идет на купажи. Как ни крути, потому что это более популярная категория на сегодняшний день с точки зрения бизнеса. Но исследования, которые наша компания проводила на последние длительного времени, и здесь можно наблюдать по рынку это последние 5 лет, все чаще и чаще интерес к сингл-ноуту возрастает, но возрастает преимущественно благодаря каким-то необычным и уникальным способам. Из того, что мы сегодня будем пробовать, это ряд заводов, которые были собраны в одну концепцию, Secret Space Side. Эту концепцию объединяет 4 завода, в них мы сегодня попробуем 3, но я думаю, будет возможность еще раз, или повод еще раз встретиться. Все заводы по своей сути представляют собой такой классический сингл-ноут виски из лишь одного региона, разумеется, из региона Space Side. Это 4 завода, Капердоник, или как в Шотландии очень часто можно услышать название, может быть, как Капердонок, или Капердонич, то есть значит абсолютно по-разному. Меня больше всего удивляет, что у нас внутри компании, когда общаюсь с шотландцами, будут сидеть 3 человека, 2 человека по-разному завода. Это вот самое-самое-самое неоднозначенное название. Далее, Глинкит, который на сегодняшний день является соседом с заводом Sprottile. Они находятся там буквально в сотне метров примерно. Лонгморн. Лонгморн – завод, который мне очень нравится, причем потому что фактически, если можно так выразиться, это тот завод, благодаря которому у японского визки сейчас есть история, очень тесная история с шотландской судьбой. Об этом я чуть-чуть не расскажу. Ну и Брейс, на самом деле это новое его название. Вообще это завод, который долгое время назывался Брево. Сейчас его переименовали, но сейчас, несколько лет назад переименовали, он теперь называется Брейс Олд Гленли. Вкратце, если о нем, это завод, который на сегодняшний день считается самая высокая точка, самая высокая дистиллерия в регионе Спейс Олд Гленли. Тоже расположено на этом, например, Брейс. Но сегодня его, к сожалению, у нас с вами нет. Но у нас не менее уникальные спорты есть. Так что, вот. Ну, смотрите, сегодня очень важный момент. Это с моей стороны комментарий, потому что я с этими журналистами знаком. Мы долго думали на тему того, как правильно выстроить. В итоге сошлись на том, что основным критерием будет возраст. Но я настоятельно вам рекомендую дегутировать так, как вам попало. Почему? Потому что, например, скрап от 16-летнего, имеет стандартную крепость. Да, все здесь более-менее понятно, более-менее логично. Далее идет пердоник 18-летний. Он у нас питатель релиз, то есть это именно копченый, солод коптят, как коптиды на торфе. И здесь нужно учитывать то, что повышенный крепость, торф 8 градусов. У нас была дилемма. Ставить его в конец или ставить его в начало, ну или в середину. Вот, сошлись на том, что он будет ближе к середине. Учитывайте то, что он достаточно копченый, а глинкид после него, который будет, он имеет уже более высокий возраст. И я думаю, есть смысл в капердоне 18-летний послушать аромат, прям чуть-чуть попробовать, оставить его, попробовать все остальные релизы и даже, да, за какой-то стройный начало, после 25-летнего, пытайтесь вернуться к ему стало. Вот. Почему, чтобы копченая характеристика совсем не заглухала рецепторы, потому что, ну, я не буду прям совсем спойлерить, но Женя не даст соврать, глинкид на многих производят. Это очень такое хорошее впечатление, поэтому здесь, ну, этим все будет сказано. Что касаемо капердоника. Давайте кто что знает, кстати, об этом заводе. Может быть, вы слышали? В общем, то, что больше нет. Больше нет, да. В принципе, параллель может быть кого-то смутить, но фактически это как надгробная плита. Здесь есть дата рождения, дата смерти. Ну, на сегодняшний день, об этом заводе можно именно так разговаривать. Потому что в 2002 году завод законсервировали, а спустя некоторое время его разобрали. Все, утерянный оборудование. То есть полностью. Оно не утерянно было продано. Потому что это оборудование по своей сути представляло ценность, в том числе для производителей виски, для производителей всевозможных алкогольных напитков. и сейчас восстановлению не подлежит. фактически это не подлежит физически. или просто не подлежит ну, смотрите, сейчас поправь меня, можете, конечно, в портеле восстанавливать. Вот, сейчас есть такая история, но к чему это приведет? Вы же должны понимать, что будет параллель такая, что будут сопоставлять с тем, что было до этого. и никто никогда, даже если, даже если новый завод его кто-нибудь захочет восстановить, восстановить на том же месте, будут производить хорошие качества виски. Я подозреваю, что любителям Капердоника, ни один любитель Капердоника не скажет, что новый завод хоть на долю приблизился к тому, что было раньше. Вот это, мне кажется, знаете, это из истории, что раньше трава была свиннее, но, что касаемо истории этого бренда, этого завода, достаточно забавная история с точки зрения того, что этот завод открывался в конце 19 века как донор. Причем донор не для купажей, а донор для сингл молд виски, в частности первое название, а кстати, вот вам выяснили, знаете, какое было первое название у этого завода? Глен Грант номер 2. Он был построен через дорогу от Грант завода, и это как раз пришлось снять некий вот этот бум, когда открывалось огромное количество заводов. На этот период времени большая часть сегодняшних существующих заводов, именно популярных заводов региона Спейссайта приходится. Лондон был открыт в это время, а Берлал тоже примерно в этот период времени открыли. Фишка была в том, что открывая этот завод, основной принцип, основной прицел был это обеспечение, как говорится, нужд для заводов Глен Грант. Но они даже умудрились, что сделали. Если кто-то был там где-нибудь в Дублине или посещали какие-нибудь крупные производства, в этом плане очень показательный завод Гиннесс, где у них там свой пивопровод, да, у них, наверное, правильно сказать. А у этих ребят был пивопровод. Он шел прямо с одного завода на другой. он просуществовал недолго. Почему? Потому что буквально там Закарусский передвижник, после того, как установили этот соединяющий так называемый спиртопровод, в нем появлялись отверстия, и местные зрители активно присоединялись, чтобы попробовать эти невыдержанные спирты. Но история завода буквально спустя некоторое время она прикрывает такой момент, что завод прикрывает. Прикрывает в силу того, что очередной кризис, необходимости в этом заводе не было, и только в середине 20-го века его покупают, и он начинал как-то дают ему вторую жизнь. Но называться Гленн Гранд было бы не логично и неправильно, поэтому заводу дают название. Название дается в честь источника, причем как раньше, так и сейчас этот источник является источником, из которого был к воду для Вестиклен Гранд и долгое время брали воду для Капердони. А переводится слово Капердони как забытый колодец, все так или иначе связано с колодком. А когда я спрашивал у наших коллег, это был мастер-дистиллер Лонд Морн, это был мастер-дистиллер, у нас был общий онлайн-звонок, это был мастер-дистиллер и наш амбассадор глобальный. Я задал вопрос, а как правильно произносить название? На что наш амбассадор сказал, папа, давай мы сделаем следующее, каждый назовет и каждый будет вправ. Я такой, стоп, это не ответ, это не совсем устраивает. Вокруг этого завода, это вот чисто такое выражение с подтекстом дельского произношения, вот здесь целиком и полностью, то есть вот эти звуки, сочетания звуков, это остатки вот именно дельского выражения. Повторюсь, как мы капердоник. Чаще всего можно услышать англоговорящий в ряду капердоник, то есть и соответственно в Шотландии чаще, очень часто можно услышать название капердонах, то есть помните вот это вот сочетание, в зависимости от согласия будет звучать парад. Та же самая Абуна Берлапа, там такое сочетание звуков, некоторым, чем можно встретить, но они иногда читаются, но они не читают. Сами Шотландцы это аппетит, я как-то не помню. Поэтому вот в этом плане очень забавно. Что касаемо этого релиза, капердоник на сегодняшний момент представлен двух вариаций, возрастная линейка двух вариаций представлена, это Питат и Анпит. Откуда вообще появился этот релиз? Это было связано с тем, что в компании Chivas Brothers и на тот момент владельцем был Сэм Бронкман, что он столкнулся? С тем, что у него были определенные проблемы и перебои с островным виски. Необходима была какая-то альтернатива, которая позволила бы свои перспективы как-то застарховать, застарховать с точки зрения того, чтобы в пупажах можно было что-то собственное копченые релизы использовать именно в пупажах. И они начинают экспериментировать, причем эксперименты по созданию и правильному заложению в том числе проводились на заводе Глингута. Там была такая история, что они объемы производства в какой-то момент поделили ровно на отвечу. Часть спиртов производилась но у нас сегодня 18-летний это пидор, 25-летний это ангел. Вот здесь можно будет посмотреть, как спирты развиваются именно в этой параллели. Что касаемо вкуса и профиля, давайте я вам небольшой ролик покажу. Он практически, наверное, будет в некой иллюстрации лишь, наверное, можно видеть в вершину альтера, он будет растворять собой характеристику опердоников. Вот здесь из-за тех, наверное, оттенков, которые были показаны, у меня до того, как попробовать его, посмотрел этот ролик, у меня первый возникнул интерес, как там проявится имбирь. На самом деле, первый раз пробовал и имбирь этом вообще не почувствовал. Почувствовал у меня какое-то время. Когда бокал стоит, вот это тот оттенок, наверное, который может быть спорным для большей части дымных релизов, потому что имбирь это с точки зрения аромата, не такой ярко выраженный характер, с точки зрения вкуса, как можно почувствовать имбирь. Но это холодок, жжение такое одновременно. По PPM, на тот момент, когда, собственно говоря, создавались эти релизы, прям привязки к PPM не было. И когда я задал вопрос, мне сказали, что здесь, скорее всего, это вилка в районе вилка, хотя во вкусе мы когда пробовали, тоже многие сошлись вомнении, что по ощущениям вземка будет больше. Но, опять же, благодарю, было связано с тем, что так четко прям не высчитывают. И нужно понимать, что 18-летние спирты, это спирты, которые были залиты в нулевых, в начале нулевых, то есть до закрытия зубоконсервации завода. Такого прям ажиотажа вокруг островного виски еще не было, тем более такого ажиотажа вокруг завода PAPERDONIC тоже нет. На сегодняшний момент, кстати, если говорить о PAPERDONIC, официальных релизов на привязочной федерации я говорил, что их вообще не было. На самом деле было два официальных релиза, они были очень-очень ангоничные, они выпускались в 80-е годы, а все, что потом можно было найти на рынке, это были негацианы. Причем вокруг PAPERDONIC была такая история, что его очень любили негацианты. Прямо реально очень любили негацианты. И из свежих примеров в 2019-м году на одном из аукционов была продана целиком коллекция продавалась, коллекция PAPERDONIC только негацианты. В составе коллекции было 73 миллиона. Здесь, да, здесь указано, это American OPP. Опять же, с учетом того, что долгое время PAPERDONIC фигурировал как источник для, в том числе, купажей, я думаю, здесь какие-то привычные грамоти пилы, потому что на этикетке это не указано. Когда вы берете этикетку, что можно увидеть? Можно увидеть партию BATCH. BATCH здесь подразумевает партию, которая была создана. это BATCH номер 3. Мы обсуждали с одним из коллекционеров Патердоника. Он сказал, что именно этот первый и второй BATCH у меня есть. И он один покупал в Германии, второй покупал в UK. Вот. Когда до России дошли, он этот BATCH тоже прикупил, сказал, что ну как бы логично. Вот. нам не открывают точному формату сколько осталось бутылок. Но сказали, что есть еще один BATCH. Ну то есть четвертый. Возможно, возможно, он уже где-то продается. Почему? Потому что я общался с коллегами в Гонконге, у них предстанут первый BATCH. В Гонконг и в Нью-Йорк ушли первые партии. Ну вот вот этих релизий, которые были выпущены. Выпущены эти релизии в 19-м году. Сколько? Да, 20-м. В прошлом году. Вот. Как впечатление? Давайте поделись. Ну, явно больше не специально. Ну, опять же, повторюсь, это лишь официальная информация. Может, то, что это может быть, но здесь смотрите, знаете, очень важный момент такой, что у него вот эта дымность по мере того, как пока постоит, она на самом деле находится с более гистерномичной оттенок. То есть, вот для меня лично, гистерномичные оттенки 209 дымность это ощущение, что у тебя в бокале какой-то соло барбекю. То есть, вот эти вот оттенки кисло-сладкие с балансом, наверное, ну, как первонат, торфяного оттенка. Хотя, ну, там, большая часть оттенки вы, наверное, вот эту вот кисло-сладкие оттенки не найдете. крайне редко встречаю. Ну, опять же, это такое честно-мое коллективное предприятие. Но Капердоник, в принципе, заслуживает внимания просто в силу того, что зао призы закрыта. И здесь эксклюзив, наверное, вручается прежде всего бы это. Вот. Будем к следующему релизу переключаться. Следующий релиз это Глинкит. Относительно возраста, у него возраст 21 год, а крепость составляет 43 градуса. То есть, у нас будет небольшой перепад между крепостью. Но, что касаемо Глинкит. Вот здесь забавно то, что за всю историю завода выпускался только, собственно, официально было выпущено Глинкит только один раз до этого момента. Это был 10-летний релиз, он выпускался в 80-х годах. И я его вот в феврале буквально на симпозиуме у ребят в Москве попробовал. Да, у Паши. Вот. Ну, честно, я до этого попробовал 21-летний такой вау, круто. В том, в 10-х, в 80-х годах я понимаю, что в 10-х, в 80-х годах она вода водой. То есть, там очень много травянистых, но так, но от Спейссайда ждешь чего-то большего. Да, он еще, нет, он даже 43. Вот. И, ну, как бы, для меня это было такая не очень приятная, не очень приятная сюрприз, потому что для меня параллель все, что из того времени, а как правило, интересный. Потому что мы были там на одной комбинации у ребят в Владимире, когда они Абервал медитировали, они нашли бутылочку Абервал в 72-го года розлива, восьмилетний. Крепость на итальянском рынке он был представлен, они под коллекционеров выдернули эту бутылку, и вот все практически единогласно согласились, что он даже в 18-летний Абервал переплет. Это прямо очевидно было. А здесь, получается, немного другая история. все очень-очень индивидуально. Но, что касаемо Глинкит, расположен он в городке, который называется городок Кит, а завод расположен на берегу реки Айла. Никакого отношения он, название не имеет к островам, а, собственно говоря, завод Стратайла, он назван вообще в случае с названиями скотчей, особенности дома укрески, приставки Глен, Абер, Страт, есть еще одна, сейчас не вспомню, но она практически сейчас не включается. Все эти три приставки, как правило, это какое-то место. Самая по площади большая, это Глен. Глен, как правило, долина, Абер, это вблизи, там, то же самое Аберлауэр, Аберпелл, то есть вблизи чего-либо. Страт, это какой-то прям маленькое-маленькое место. А Брекан по своей сути слетает сразу два завода и тоже забавный момент, что на сегодняшний момент завод Стратайла соединен с заводом Гленгид с спиртопроводом. Сейчас, видимо, контролируются и за это наказывают, поэтому спиртопровод действует по сей день, он работает, под охраной явно находится, но фишка в чем? В том, что Стратайла вообще принято считать одним из самых старых заводов региона спейссайдера. Вот это один из самых молодых заводов региона спейссайдера, и это первый завод в регионе спейссайдера, который открылся в 1920-м веке. Этот завод тоже открывали по принципу тот самый Сэм Бронкман, который был владельцем компании Сиграмс, который был владельцем компании Чим и Фразерс, покупая завод Копердоник, восстанавливая его, допуская производство, он рассматривал его как использование для оппажей. Создавая завод Глинкит, открывая его с нуля, они открывали его как лабораторию Чим и Фразерс. по сей день Глинкит, ну за Глинкитом есть такая история, что это завод, который фактически все самые смелые решения, которые могли быть использованы на тот момент, в середину 20-го века, обкатывались на заводе Глинкит. Из интересных фактов, на заводе выпускали дымные листики, копченые листики, он назывался Глинкизла, или Глинайла, он выпускался с очень ограниченным релизом, в районе 80-70-х годов, и фишка была полном стоп, он был копченый, но солод с торфом и с дымом никак не взаимодействовал. Есть догадки, как могли насыщать дымность из перты? Без больше? Без больше. Ну, принцип как курят кальянсы, все понимают, все им брали в воду, через воду пропускали дым. То есть, вот эти эксперименты сумасшедшие, они одними из первых начали использовать на тот момент эксперименты с разными дрожжевыми культурами. Использовали сумасшедшие эксперименты с перегонкой. Одними из первых начинают, насколько я точно знаю, но я специально у Никиты хотел уточнить этот момент, что они экспериментировали с тройной перегонкой. У них изначально залог открылся, у них было три перегонных куба, потом пять, а потом четное количество. И на сегодняшний день они, собственно говоря, пара перегоняют, классическая перегонка, но тем не менее, постоянно что-то делали, что-то экспериментировали, но самым-самым необычным экспериментом, который не прижился, это вот как раз ароматизация воды топ, ну, окуривание, да, то есть эту воду уже заливали для затора, эту же воду использовали для редуцирования спиртов, ну, для этой глинкизла, но если капердоник очень часто попадал к негациантам, то глинкиз вообще в негациантах не встречается, и здесь у него ценность поднимается благодаря тому, что вот эти спирты, у него самый молодой представленный который есть, это 21, связано это с тем, что в 90-х, в конце 90-х завод закрыли, и он не работал почти 20, почти 13 лет, вот, потом, собственно говоря, запустили производство, и это фактически часть супертов, которые были залиты в бочки еще до консервации. Сейчас он полноценно работает, сейчас он выполняет функцию разливочного завода Стратайла, почему? Потому что Стратайла, благодаря своей истории, в доковидной, блин, это самая популярная фраза, она такая не очень приятная, но тем не менее, доковидный период, это была одна из самых посещаемых мастерей в Спейсайде, ну, собственно говоря, это было обслужено тем, что одна из самых старых учителей, у нее там куча наград с точки зрения складов туризма, на сегодняшний момент, и что смущало как туристов, так и, собственно говоря, владельцев компанией, что когда приезжают, вообще, если вы посмотрите, как выглядит завод Стратайла, это, знаете, такой домик Кобита, он очень-очень такой маленький, по своей сути, смотришь, потому что сейчас большая часть заводов, ты приезжаешь на предприятие, огромный визит-центр, такой современный, с одной стороны склады, с другой стороны склады, и где-то вот цеха основные, они уже теряются на этом фоне, а у Стратайла получается, что за заводом небольшие склады, они по прямому назначению пользуются, но большая часть спиртов хранится на других складах, и завод очень-очень красивый, но всех смущали цистерны, которые приезжали забирать спирты, ну, потому что на заводе физически не было места заливать это все в почки, и что делали? Прежу выгнанный спирт заливали в цистерну, он там имеет примерно 20 тонн, представляете, да, это бензороз, только на нем он блестящий, он такой, и на нем огромный этот Чивас Браза, да, и все-таки, блин, а как так, мы приехали на Стратайло, а что здесь канистра Чивас сделать? И вот, чтобы, ну, хотя, Стратайло, но те, кто знаком с этим брендом, и знаком с брендом Чивас, это получается сердце Чивас Браза, получается стельней, и что решили сделать? Решили создать спиртопровод и разливать спирты, взливать бочку уже на заводе и уже оттуда они распределяются по складам, которые на сегодняшний день у компании Чивас Браза они по региону Спейсайта разбросаны на угрозах частям. То есть абсолютно нормальная история, если часть спиртов с завода Стратайло может попасть на склады Каберла, или часть спиртов с Гленбурги может попасть в другой спиртопровод спиртопровод ну типа того, да, но хотя есть очень важный момент то, что все-таки большая часть спада она вынесена за границу дистиллерии. Почему? Потому что на том складе на котором мы были на территории ну вот это не знаю там Подмосковье я уверен что по Тебухам тоже есть крупный логистический центр вот ты едешь для ощущения что ангары 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 нас подвозили когда склады да сейчас подожди подожди современные склады очень очень так выглядит все на уровне но туда заходишь и ты понимаешь один я пытался я фотографировал потом пытался посчитать на одном складе таком примерно 50 не 5 тысяч больше ну один ангар на территории мы были 52 представляю себе ну то есть там сперты со всех заводов которые принадлежат Чивот Бразер ну и помимо заводов скорее всего нам их не показывали но есть сперты конкурентов если мы говорим о пожар Чивот и пожар Хабалатайз входит нескольких десятков завод нужно понимать что там не только наши заводы но часть других заводов в Шотландии могут стоить но вернемся к релизу 21-летнему те кто попробовал есть что сказать давайте попробуем у него почему в принципе опять же на одной местности жения когда мы были большая часть людей согласилась что он очень парфюмерный такой достаточно деликатный и это из истории того что такой виспе больше не факт что получится есть виспе которые создают а есть виспе которые получаются вот 21-летний релиз у Глинкита это скорее всего виспе который получился хорошо это или плохо мне сложно сказать потому что когда мы говорим о каких-то регулярных популярных брендах то же самое Глинливи Глинфиди Маккаун которые с года в год выпускают и у вас есть с чем сопоставить у вас есть четкая картинка то здесь у Глинкита сопоставить единственное с чем можно с десятилетиями я уже поделился своим опытом там достаточно опять же субъективно на мой взгляд очень-очень посредственно релиз было но они вот почему рыба из Бакина это так называемый прыгающий лосось почему потому что река на самом деле не очень глубокая а рядом завод был построен вот если посмотреть на месте старой мельницы вот это колесо где было это мельница стояла там несколько столетий яков и почему именно там мельницу поставили потому что там был котел то есть углубление в реке и можно было достаточно большое колесо и именно здесь вот лосось чтобы там подняться вверх впрыгивать из этого котла чтобы дальше и вот отсюда пошло вот это выражение прыгающей рыбы прыгающего лосося ну сейчас вернуться в четвертую зарядку практически невозможно ну давайте еще небольшой ролик посмотрим относительно палитры вот здесь мой личный комментарий относительно крепости очень часто я сам когда заходит по крепости выше 40 градусов рекомендую добавить воды и когда речь идет о спиртах выдержанных больше 15-16 лет даже при крепости 40 градусов я рекомендую капнуть воды но в виде эксперимента здесь не надо этого делать он реально он очень хорош ощущение что он настолько комфортно раскрывается что не в смысле я запретил он добавить если вы читаете можно добавьте но он он с водой еще интереснее станет но вот лично для меня он без воды великолепно вообще просто это на самом деле органично смотрится на фоне того что ну вот эти 43% практически не осистили идет небольшой дисбаланс восприятия повышенная крепость то напиток должен быть закрытым должен быть грубым а здесь у него очень-очень тонкие характеристики как впечатление вот здесь относительно упаковки мне тут задали вопрос на дегустацию что если посмотреть ощущение что этикетка состоит из двух частей что якобы нижняя часть отрывная было связано с тем что это фактически современный виск который выпустили как некий репликан на того как делали раньше большая часть этикеток отпечатывалась и отпечатывалась базовая информация все остальное указывалось на этикетке непосредственно чуть-чуть и не вручную вот здесь вот эта нижняя часть это верхнее клише а нижняя часть это указание основных характеристик относительно бочки здесь бочки все репильные формулировка hand field ок каст по-разному воспринимают как бы ручную речь идет что как бы не бочка собрана бочки отбирались тщательным образом потому что вручную собиралась бочку но она по-другому не собирается кто знает принцип бандарного мастерства на аппарате здесь именно принцип отбора бочки почему потому что повторю завод green kit долгое время использовался для оппажей и среди всего запаса отбирались самые уникальные самые необычные бочки их использовали для создания этого релиза а у нас как вопрос есть в оллайне нет товарищи делятся впечатлениями ага что кстати пишут по green kit есть заметка с вашим обновлением давайте послушаем ароматов спелых груш сладких яблок мед пешал вот ребята на самом деле кто в онлайне вас оплеванты поэтому я рекомендую если бутылочки осталось ставить завтра или послезавтра его самостоятельно попробовать будет вообще другой потому что он реально очень-очень интересный ну что будем к следующему нормально пойдем по этому заводу я на самом деле до того как завезли этот релиз в Россию я начал мониторить интернет наши ресурсы которые у нас есть информация о данном заводе очень много информации о заводе лонборд она зачастую противоречила почему потому что там кучу странных моментов на тему основателя компании вот что он там что-то натворил и так далее но его называли авантюристом но этот авантюрист открыл то ли 5 то ли 6 заводов в спейсайде и из этих 6 заводов на сегодняшний день закрыт только один это было конец 19 века собственно он открыл лонборд он открыл бенриет он открыл что же он там еще геленласи он вроде открыл вот звали его джон дарт он был фактически человеком который находил инвесторов и открывал завод все в спейсайде туда и после того как он открыл завод лонборд если не ошибаюсь он ввязался в очень странную авантюру он отправился никуда-нибудь в ЮАР с целью создать там индустрию виски конец 19 века там в принципе он еще приехал когда буквально за год или за полгода до какой-то очередной революции а там в те времена это была абсолютно нормальная история вот и бизнес его прогорел причем по некоторым данным он на свои деньги до этого он заводы открывал яхты на деньги инвесторов а вот туда вложился сам и полностью прогорел в ноль вот но история завода лонборд почему поиск вообще откуда он берется здесь все логично в 19 веке когда завод открывался логистика ну решала очень многие вопросы почему потому что дороги оставляли желать лучшего а если у вас завод был расположен вблизи железнодорожных путей вы так или иначе могли как-то решить вопрос с погрузкой бочек и отправки в центральную часть Шотландии что делают заводу тянут свою собственную железнодорожную ветку а по дороге если ошибаюсь потом уже потом присоседились другие производители и например бенри в плане того что чуть ли не в 300 метрах друг от друга находятся то есть они у себя на заводе рассказывают что это мы себе железнодорогу тянули а на заводе он говорит это мы себе железнодорожную пути протянули но фишка в том что когда тянули железнодорожное полотно эти оба завода принадлежали одному человеку то есть каждый на себя делал тяги а на заводе даже там какие-то сохранились части паровоза который катал туда-сюда и до городка элгин да элгин да элгин и там уже перегружалось это все на полноценный поезд который уже отправлялся вот элгин 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 фишка в том что у лонборна на сегодняшний день они производят 4 миллионов литров в год достаточно немало если брать то же самое отрывал он тоже происходит но отрывал дистрибьюции гораздо шире у лонборна долгое время они были возрастные регулярно это было 14-16 лет сейчас отказались от использования сейчас есть 18-23 на мой взгляд это как раз возможность посмотреть на хорошей качественной спейсайзовский диски в высокой высокой выдержке он абсолютно не дымный здесь используются 2 типы бочек в чем очень интересным образом написано я тоже этот момент специально подговаривал первое это американов тут понятно не указывается что это бочка первого наполнения понятное дело что это рефилт нужно учитывать что в течение 23-х лет даже ее использовали влияние этой бочки не такое второе это не указывается почему странная история я подозреваю что это тоже хорошее но скорее всего самая популярная бочка если все достаточно логично и я постоянно его имя отец японского виски ну как еще масата кэтизуру человек который на сегодняшний день его принято считать отцом современного вообще в индустрии японской, уже не разделяется на какой-то конкретный бренд, а вот весь тип японский виски сделали по прообразу того, как он это транслировал. Так вот, кем он был? Он был, ну, на самом деле, молодым японцем, видимо, очень вдохновленным в Шотландии, в шотландской виски. Он приезжает в Шотландию, в учреждение в Шотландии, и завод, 4 или 5 заводов, на которых в течение визита своего, ну, то есть он на ряде заводов стажировался, не так, что он приехал, там пару дней попустил, он прям несколько месяцев работал с людьми, которые работают на предприятиях. Вот на Лонборне это был первый его завод, и самая длительная стажировка, счет в районе полгода. И на сегодняшний момент, если вы заходите на сайт Ника и читаете историю бренда, история бренда начинается с истории, например, Масатаки Петиджура, вообще кем он был, как он изучал, и там его практики в Шотландии выделены, его практики в Шотландии и его супруге выделены на две главы. Одна рассказа о том, что фактически свое мастерство он приобрел в том числе и обладает этому заводу, и в том числе и свои супруги. Она была родом в Шотландии, он ее как раз в Шотландии, с ней познакомился, насколько я знаю. Вот, и в принципе, если сейчас говорить о японском виске, мне, в принципе, японская виска называют хорошие, качественные копии скотча. Хотя, в покупке японского виски я, ну, это часто слишком говорю, поэтому, если есть любители виски, вы либо согласитесь, либо можете обвинуться на меня. В японской виске сейчас очень-очень большая проблема с качеством. Почему? Потому что возрастные релизы, да, они как были хорошими, качественные, так и остались. Но найти возрастной, причем я не говорю сейчас о 25-летнем виске, я говорю о хорошем качестве 12-летнем в японском виске, ну, целый квест надо выполнить. Я тут, где в Шотландаре был, у них стоял ямадзаки, 12-летний, 50 тысяч рублей. Сколько? Сколько? Да, ну, вот, я говорю, а-а-а-а, берут? Берут? Я говорю, молодцы. Ну, я и удивился, почему он на полке есть, а потому что, знаешь, там проходил, да купит. Коп назад возвращаюсь, смотрю, сначала ценник не совсем понял, думаю, может, там перепутят еще. Нет, вот именно поэтому он, наверное, стоит, такой ценник задан. Я думаю, что через какое-то время на такую бутылку найдется покупать. А молодой японский виски можно найти вообще без проблем. Другой японский? А? Нет, ну, реальный японский, там, без указания возраста, делаешь золотом, понимаешь, что ну, что-то очень странное. Ну, как он, не вяжется с тем качеством, которое японцы за собой, да, закрепили. И особенно начинаешь спрашивать, а сколько стоит? Ты говоришь, там, 7 тысяч. Стоп. Типа, нас, японцы, да? Да. Это закупочный. А в Японии минимальный есть? А у них по поводу возраста, кстати, они взяли, но я не уверен, что у них прописан регламент минимального возраста. Они приняли, что они за спиртой имеются. Конечно, да. Потому что многие там с этим активно баловались. Даже не знаю. Относительно профиля. Вот у 23-летнего он вот такой вот очень интересный. Вот, кстати, я тут недавно задал вопрос. Указано, дабл-каст. У нас у Адервау есть такая история, она прям четко прослеживается, когда под формулировкой дабл-каст за брендом закрепился определенная технология выдержки, что все спирты, часть выдерживается весь период времени в одном типе и в другом типе. Весь период времени это, да, это не финиш, это не смесь там на разных периодах времени, а именно в солнышку выдержки. Здесь, когда я задал вопрос, ну вот здесь какая история, мне объяснили, что здесь такая же копирование создавал. Почему? Потому что завод, как раньше, так сейчас производит и достаточно стабильный. В отличие от, там, Капердоник уже закрыт, Блинки, там, 13 лет не работает, сейчас работает и так далее. У Лонборной вот этой вот истории одна из самых стабильных. То есть этот завод, который практически с момента основания до сегодняшнего дня не работал только 2-3 раза, и то это были короткие циклы, один из них попадут на вооруженную мировую войну, как бы там многие заводы вынуждены, не многие, вообще все заводы вынуждены были либо закрываться, либо работать на нужды армии. Вот, и на сегодняшний день у Лонборна, опять же, все параллели проводят с предыдущими релизами, это, которые были до этого, 14 и 16 лет. В Россию они не попадали, если бы были в Европе, в основном они были представлены Франция, Германия, Англия и в Азии. В штат Лонборна, у нас Лонборна, в 16 лет, да? А, ну вот я, видимо, попустил. Ну там тоже, случайно, да? Да, да, да. Попала какая-то партия. Ну, опять же, повторюсь, здесь на сегодняшний момент, если мы говорим о уникальных спиртах, это такая двоякая история. Почему? Потому что есть люди, которые ходили пить Лонбор не каждый день, а до дня в день, а есть на таких, которые ходили, хоть не там. Уникальный момент в своей жизни. Наверное, вот здесь, да, здесь будет приючен к подобным моментам. Здесь на каждый день я понимаю, что это совсем другие. Капитки, совсем не там. Другие категории. Но в целом, история у них достаточно интересная, и она подкреплена не просто, знаете, что вот мы привезли, мы продаем. Ну, чтобы вы понимали, у нас ребята, которые в Пердоне купали за границей, когда узнали, сколько он стоит в России, такие вот. А-а-а, да, можно взять. Потому что, ну, все же как у нас обычно, транслируют стоимость, смотрели прайс, куда сразу? На виски и тень куда-нибудь, да, посмотреть, сколько что стоит. Сразу снимают, а, фунт от столько, и переводят на рубли. У нас ребята такие, а, из 200 тысячей, переводят на рубли. Нет, видимо, что-то не так посчитало. Там, ну, стоимость там практически не отличалась. Поэтому, ну, здесь, я думаю, что это дополнительный приятный. Слушай, ну, хорошую тоже дозу, ребята, кучу. Ну, помню, я честно скажу, что ты упробовал в 18, и он мне показался немножко... Короче, 23-летние на голову вышли, да? У меня, когда мы пробовали другую, ну, по возрастам другую линейку, там был 18-летний Капер, 21-летний Гринкейт, 18-летний Лонборг и 2 Скапера. У меня фаворитом был, ну, Капердонник вообще в отдельной историке, в самом деле, у меня на той дизайнерской, номером один, как мы ставили на начало, был Лонборг. Вот, а потом уже, потом уже, через дня 2 или 3, я себе 15 миллилитров глинкита налил, минут 20 просто сидел, и я начал просто вспоминать то, что вы обсуждали. Во время дегустации, видимо, я стоял, много говорился, спекулировал, и пока пробовал, не прочувствовал напиток, а дома в спокойной атмосфере я сделал воду, и я понял, что да, действительно, он такой прям очень перспективный, очень интересный. Вот. Ну что, я думаю... Может, у вас вопрос какой-нибудь? Давай я тебе там вопрос. Давай. У которого именно? Ну, вот здесь это самая-самая классическая бутылка для скотча, начиная с конца 19-го века и, ну, примерно до конца 20-го века. Это вот, возьмете ее, посмотрите. А на самом деле, не 10-10, но очень-очень обычная бутылка. Выполнена достаточно узнаваемость. Все остальные у Лонгморна фактически это бутылка, которая была до этого, но те, кто до этого видел Лонгморн, наверное, обратили внимание, что один элемент сейчас. Здесь была какая-то вставка. Представитель, да? Да, на одних релесок она была стальная, на других релесок она была кожаная. И она прям вызывала такой эффект, вау, круто выглядит бутылка. От нее ушли, но фактически реформа бутылки осталась, как у Примеча. Что в целом эта подставка? Он был дымный или дымный релиз? Нет, они все были анкитов, они все были не дымные релизы. Повторюсь, вот вообще у Чилосбада все заводы, которые были, только два завода выпускали какие-то периоды дымные релизы. Это Кутердоник и Глинкиф. И то и Глинкиф выпускал по другим названиям, чтобы не было ошибочных обсуждений. У Капера, ну, у Капера, в принципе, если вы посмотрите на дно, оно утолщенное, но видно, что отливка шла у меня. В принципе, что добавить крафтой листики. С одной стороны стекло тоньше, с другой стороны дно. Другое оно такое, побольше. На самом деле бутылку пустую даже держишь, она привлечена. Ну, и если взять упаковку, ну, я как человек, который в маркетинге работаю, я на вот эти все вещи смотрю, да, как сильно потрогать. Ставим, вот, то есть внутри как выглядит, внутри красиво. Но самая-самая крутая упаковка, это лично мое, кажется, это вот у Глинкито. Да, 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 ну, она, на самом деле, такая, знаете, по-домашнему приятная. Хотя это, ну, Геральдик идет, ну, бренда, и, не знаю, руссковато. Все по-разному уже воспринимают. Для кого-то, вот, в этом плане, знаете, когда говорим о форме бутылки, по Аберуау есть такая история, что после обновления брендинга, да, изменилась тубус, изменилась этикетка. Но я очень благодарен отделу маркетинга, который разрабатывал всю эту историю, что они не изменили бутылку. Причем, потому что человек, который любит и знает Аберуау, приходя там в магазин, в бар, все, ну, и увидел, считал, значит, здесь можно заказывать, здесь можно, ну, здесь есть мой любимый. Поэтому, не такая история. Ну что, будем к вишенке на торсе. Давай покажем вопросики. Александр, какие известные бленды в Хальдинг, Клетбит? Ага, ну, собственно говоря, из известных он сходил в такие релизы, как Ballantines, Long John, это релиз, который, купажи, это который принадлежит компании Челезон. Ханрид Пайперс и тот, который может быть знаком в России, Глинкип как раньше, так и сейчас является сердцем купажа паспорт-скотча. Для кого-то это становится сюрпризом, но на разных рынках, на самом деле, паспорт-скотч очень-очень хорошо, если в России его особо как бы не пушат, тогда так, ну, с точки зрения молодого скотча, вполне нормальный висит. То есть сказать, что по всем, у меня язык не повернулся. Вот, остальные, ну, конкретно, сердцем купажа никогда не были. И вот как раз следующий вопрос по поводу Long John, которые называли особые приправы для купажей, и аналогичный вопрос, какие бленды, возможно, какие эксперты, возможно. По умолчанию, во все, во все перечислены, потому что, ну, повторюсь, долгое время воспринималось, ну, и в том числе, воспринималось, что все это доноры компании Челезон. Все купажеры, которые принадлежали компании, в них использовались эксперты. Но с Long John еще есть формулировка, это самый любимый виски в Шотландии каждого мастера-дистиллера после своего собственного. Ну, то есть на первом месте это виски на заводе, на котором он работает, на втором месте это Лонглорн. Как объем производства? У Лонглорна до 4 миллионов. Ну, то есть примерно так же, как на агроал. У Глинки тоже в районе 3 с лишним. Ну, капер, соответственно, вообще от цифр смысла нет. Потому что он уже... У СКАПа, да, в районе 1 миллиона. Ну, и с учетом того, что СКАПа производит 1 миллион литров, большая часть уходила раньше на треоритейл. Еще вопросик? Да, про СКАПу можно спросить? Александр упомянул, что СКАПа долгое время не выпускала виски незакуренного торфа с СОЛОНа. Они сдались, подались влиянию тренда. Использовали ли на СКАПе виски выдержанные кремственные бочки? Раньше, да. Раньше, да, был отдельный релиз, на котором было это указано. Он выпускался в районе 80-90-х. Это очень-очень давно. Ну, я про Кереса не больше. А относительно отсутствия торфа, у СКАПа, в принципе, исторически так положилось, что они пытались немного, ну, как бы, unusual сделать, да, какой-то необычный виски для острова. И вот эта история с конструкцией торфа, она, ну, не то, чтобы совсем изначально была, но это достаточно популярная история на протяжении длительного времени. То есть, это не так, что последние, там, 10-15 лет, а очень-очень дольше периода. Вот. Ну и, собственно говоря... Давай еще вопрос. А, да, да, давай, давай, давай. Действительно, Ван Гморн работал в паровой двигателе. Да. Александр, что он приводил в движение? Он еще на ходу? Насколько я знаю, нет, не на ходу. Там тоже был эксперимент, что он, ну, паровой двигатель, точный, в принципе, я не могу объяснить, что он приводил в движение, но там стоял паровой котел. И этим паровым котлом, собственно говоря, в том числе, нагревали перегонные кубы. И у людей есть, у них был локомотив, ну, поезд, да, вот, как стоял у завода, и был этот паровой котел. И многие путают, как я понял эту историю, что они понимают, что, ага, двигается, что? Ну, вот, по поводу парового котла это точно, а по поводу двигателя? По паровому двигателе не будет. Только где-то, а сколько там двигается? Нет, ну, то есть, да, он, скорее всего, использовался для нагрева, а вот приводил ли он в движение, не уверен. Успарение, наверное, без изменений, да? Ну, как, есть там еще вопросики у нас? Ну, все, дегустационная заметка. Ага. А на Капердонике указана первая дата, это основание, либо уже переименование? Дата переименования это 1959-1960, то есть почти 60-е, нет, 50-е, 60-е, 60-е, да. Потому что после приобретения этого завода с Эмом Бронхманом, он, ну, кто-то, ему там, выкатывают запрет, что ты купить завод можешь, но называть его под старым именем использовать не можешь. И вот они переименованы в 1960-е годы в прошлое. И на сегодняшний момент, когда вы берете эту пучку, вот конкретно 25-й, который попал в Россию, партнер, это анфитико, то есть не дымный релиз, но тоже он попал у нас в батч номер 3, на этикетке отражается, крепость 48, получается, нужно понимать, что здесь отсутствие холодной фильтрации, ну, определенная уникальность виски сохранена. Крепость понижена, предположительно, на пару градусов. Градус, то есть за эти 25 лет, там, 63-х, 65-ти градусов, она упала до 50, и вот довели до 48. Ну, здесь закономерный вопрос, у многих, типа, зачем понизили крепость, оставили бы там 50, 51, 52, но тут была бы сразу история такая, как с Абуной, как с Надурой, когда у разных батчей была бы разная крепость, это раз. Второе, они в том числе образумевались продажу в определенных, определенных каналах travel retail, duty free. А в duty free сейчас последние несколько лет, они уходят от истории точковых релизов потихоньку, и многим они даже заказывают релизы, типа, повышенные крепости, но оптимальная крепость 48. Здесь, в принципе, это по той же причине объясняется. Например, Надура, угленные лида, на всех рынках. Бочковая крепость, duty free – 48. Это, ну, там очень много на самом деле истории. Первое, первое, ну, есть правила международного, ну, авиаправила перевозки. Есть ограничение, что, ну, там оно очень странное ограничение, ограничение по перевозке электровоспламеняемой жидкости в салоне самолета. Ограничение идет, ну, то есть выше 70 градусов. Но у разных компаний, после разных инцидентов, они будут внутренние регламенты. Поэтому, купив там бутылку крепости 40-45 градусов, вас могут пустить, а купив крепость там 50-55 или 60, вас могут не пустить. То есть мне, на самом деле, когда я был в Шотландии, и вез с собой несколько бочковых релизов, чемодан. Он говорит, а ты как будешь везти? Я говорю, чемодан. Он говорит, ну, если что, будь в Шотландии, когда из Лабердино будете вылетать, такой чемодан никому не нужен, кто не будет досматриваться. Но, говорит, из хитрого будешь вылетать, будь готов, что если вдруг какой-нибудь спонтанный досмотр, бочковую бутылку лучше снова забрать. Ну, говорит, там это по-разному. Вообще, я когда летел в Шотландию, с нами ребята летели, их прям трясли, то есть их там все перебрали. А у меня в чемодане литр водки был, селедка, бородинский хлеб, бородинский хлеб и тульский пряник. Когда туда летел. Но я хотел знать попробовать. А я когда это все достаю, он говорит, где ты купил? Я говорю, я это привез с собой. Ну, есть ли такие? Ну, ты прям счастливчик. Я говорю, а это карантин. Типа продукты, которые, да, там есть список продуктов. Ну, как бы водку, может быть, никто ничего не напрекся на эту тему, а если бы в чемодане нашли, то могли бы у меня быть проблемы. Это деление. Это вообще секрет. Ну, кстати, кстати. Бородинский хлеб и пряники произвели курорт. Шотландии. Никакого нет. Водка без спорта. У нас смешанная группа была. У нас еще скандинавы были. Скандинавы на селедку на летели. Потому что все попробовали селедку. Ну, и так, неоднозначно. Знаете, кому понравилось, кому это нет. А скандинавы такие спорные. Не толкают. А, можно почесать. Ну, что ж, относительно капера 25-летнего. Здесь рассказывают, что ребята не могут волноваться с ним. Что-то сложное. Это задачка. Однозначно. Смотрите, очень важный момент, что здесь для 25-летнего используют third skill. Американол. То есть это указано четко на этикет. Для 17-летнего, там, нет этой надписи, просто Американол. То есть, если там рефилы, то здесь прям свежая-свежая бочка. И на протяжении всех 25-ти лет она использовалась, то есть, кроты хранились в этих бочках. Нужно понимать, что, помните, вот эти вот интересные на Глинкитинге. Где же я почитал? По поводу бочки. Да, на Глинките прочитал вот этот. Handfield. То есть, отбор бочек. Здесь, понятное дело, что это просто бочки первого заполнения. А с кем они работают? В лондаре. Не указывают, опять же, по причине того, что на законодательном уровне это запрещено, но логично предположить, что крупные заводы, ну, они, разумеется, будут работать с такими каком GingD. Прежде всего. На Аберлау, когда мы были, мне прям четко дали показать и показали, что лайтер. На Гленбурге тоже пару бочек лайтерки я видел. Ну, то есть, там фишка такая, что они не затирают Донья, а некоторые, наоборот, закрашивают. И закрашивают именно с той стороны, где на Доньях изображен логотип предыдущего рамента. Вот на Гленбурге и на Аберлау там прям четко наклеено с одной стороны, с внутренним сходом, а с другой стороны логотип. Но на заводе вы задаешь такие вопросы, они их игнорируют. Бурбон, а что такое? Бурбон, все. Больше никакой информации мне дают. Если мы говорим о бандарне, то это, разумеется, спейссайд Купер, что это самое-самое популярное, самое известное бандарне на сегодняшний момент, которая, ну, фактически, каждый произведитель, который с ней работает, дает четкое ТЗ, какая бочка нужна. Говорят, нужна бочка из-под бурбона, желательно такая-такая, желательно какие-таки. Они могут заказать конкретные, из-под конкретного бурбона, но есть даже вероятность того, что бочку соберут не из одной из бочки, а из разы. Потому что европейскую бочку, например, могут ввести в собранную. И в ходе того, что при транспортировке, например, там, от Хереса бочку, в нее заливают какую-то часть Хереса, чтобы просто за время транспортировки бочка не рассохла. Американские бочки приводят к другому принципу. То есть там палеты, огромные палеты. То есть ты со стороны смотришь, ну, обычный палет. И мы выйдем на бандарне, я говорю, а сколько здесь бочек примерно? Он говорит, ну, штук 40. Я говорю, 40? Ну, то есть вот этот палет вот такой высоты, там разобранных бочек, там только клепки, Дония отдельно перевозится, а клепки отдельно. И он говорит, ну, да, все. И он говорит, ну, вот это нам на один день работает. А у них там бригада 4 километра. Круто. Ну, мы пока были, мы были там минут 30, смотрели, как они собирают. Смотрели, смотришь, он так легко, просто быстро собрал, все круто. А там есть для детей развлечения, ну, это кавычка для детей. То есть вот в миниатюре бочка вот так гарит. И кольца. И тебе говорят, то есть бочка, которая уже собрана, подогнана, ее разобрали. И тебе говорят, вот, садись, собирай. То есть ну там стоя, ее не соберешь. Садишься на корточки и начинаешь вписаться. Там фишка в том, что правильно выставлять клепки надо, потому что руки-то две всего, а клепок много. Ты начинаешь их выставлять, одну ставишь, падает. И экскурсовод, говорит, сейчас туда с ними не начинает. Достала телефон, стояла, снимала, просто хохотали все. Потому что со стороны смотришь, что можно. Все. А по факту там ты четыре клепки поставил, и пятую ногой, что ли, как ее цеплять, все уже. Но хотя есть там пару тонкостей, там они кольцо взяли. Не-не, кольца просто он держит, ну, бондарь держит одной рукой. Одно кольцо, другой придерживает второе кольцо. И эти клепки, вот он просто смотрит, он просто их вот так накидывает, накидывает, накидывает. Потом, да, там идет, насколько я помню, прямая, потом, ну, такая-то, какие-то трапеции. Ну, их чередовать нужно, потому что их же все вытягивают, и часть прямые, а часть изогнутые, они, соответственно, как раз и дают форму. У европейских, насколько я помню, все изогнутые. Ну, то есть они вот такую форму. И за счет этого там хокс-цеды зачастую выглядят вот так. Как пузатая. Американская она более-менее понятна, ровная форма. Вот, и здесь, если мы говорим о американских сборах первого исполнения, ну, никто вам не скажет. Только если это не особенность какая-то. Какой именно напиток, какой именно гурбон напиток. Так, ну, давайте поделимся впечатлениями 20-летнего, те, кто его попробовал, и, кстати, те, кто в сети тоже. И я запущу еще один ролик. Специи, трава. Мокрый дуб. Мокрый дуб. Так. Крупки, пряности, ваниль. Корчинка из зеленых. Четовских яблок. Лимонная цедра. Много дуба. У меня, Саша, кстати, показалось, что много дуба было в будущем. Вон, можно, в 23-м. Ну, слушай. Возможно, но здесь не стоит исключать, что вообще, когда речь идет о спиртах, выдержанных больше 15 лет, нужно учитывать то, что влияние древесины начинает доминировать. Это очень хорошо просвеживается на коньяках. Да, а здесь, если мы говорим о виске, выдержанном, там, как говорят, 20 и более лет, и, как говорят, влияние бочки, опять же, у Лонгборна два типа бочки. Скорее всего, здесь больше древесные нотки в Лонгборне связаны с тем, что, скорее всего, это в Кирисном. Она доминировать начинает. Тот же самый обервал 18-летнего собрать. Там вроде параллельная вот эта вот выдержка, но 18-летний, он прям чувствует, что там дерево. Очень-очень. Ну что, давайте я запущу ролик с профилем 25-летнего Каперодоника. Практически все, что перечислили, да, до этого? Корица? Нет, ну, здесь вообще, в принципе, если мы говорим о восприятии вкуса, оно достаточно субъективно. Это раз, ну, здесь логично и закономерно предположить, что, ну, вообще, Каперодоника очень много вопросов, да, какой же он все-таки. Это связано с тем, что, да, многие, кто пробовал Каперодоник, скорее всего, пробовали медициантов, и когда мы говорим о медициантах, это каждый раз новая история. Недицианты как раз на это и делают спор, что они, покупая там на заводе какие-то конкретные спирты, хотелось им доиграть таким образом, чтобы они, такое альтернативное прочтение завода, который там, с которым знакомы. Но здесь забавная история, что интерес к Каперодонику возобновился сейчас, после запуска этих релизов, в том числе. После того, как они появились в продаже, официальные релизы, негацианты в цене подорожали в цене в два раза сразу. Ну, тут, понятное дело, что доли скуверситетов, да, определенные, потому что их начали скупать. Ага, их скупают, надо, значит, цены поднимать, да, и цены... Вот, но в России как это будет? То есть, да, или еще есть там пару вопросов? А, уже одна. Ну да, вот, если что, то есть, то есть, вопросы, но их, во-первых, завезли немного. Пока закончится. Вот все спрашивают, почему такая ситуация? Ну, по той простой причине, что в принципе подобных спиртов много по определению. Ну, там, окей, ладно, Лонгборн, который работает, и за последние 30 лет работал без перебой. Еще куда ни шло. Капер, понятное дело, уже и не будет. То есть, все, что-то продадут, частью истории. Частью истории, а Глинкин, это нужно учитывать, то, что это спирты, фактически, с завода до реконструкции. Еще в 90-х тогда активно производили риски. Ну, ну, скапа, скапа просто, по сути, если уж говорить, да, то есть, он уже не производится. Если возрастная скапа появится, то, я думаю, она появится не скоро, но в ближайшие 2-3 года она появится точно. Но и для года такой-то, когда-то развивались на 14-е годы. Вот. Понятное дело, что все там скапу, которые появятся, то есть, она появится 16-летняя, все будут сравниваться. А я более чем уверен, что она ничего общего не будет. Вот. Поэтому, ну, здесь... Если сделай покрепче, шанс есть. Может, вот, не знаю. Сейчас, ну, вот, окей. 16-летняя скапа, которая, кстати, к вопросу ребят в онлайне, которые задавали. 16-летняя скапа, сегодняшняя, ну, она вообще не дымная, абсолютно. Прослитая в 14-м году, соответственно, спирты созданы были, там, по-моему, в конце 90-х годов. Да. Нужно понимать, что отказ от использования торфа и вообще, ну, как делать анпидок релизы, это, ну, лет 30, как активно используется. 16-летняя уже, наверное, достаточно популярная история. Ну, скапа. Вот. Ну, в принципе, наверное, основное, что хотел рассказать, рассказал. Здесь, я думаю, такая, опять же, свободная форма. Вопросы, ответы, может, у кого-то есть, и впечатления поделиться. Но, на мой взгляд, вот сегодня, Женя, в том числе, спасибо, что организовал такую администрацию. Ну, это действительно уникальный такой набор. Половина, из чего уже вряд ли удастся еще раз попробовать. Да, абсолютно. Она в топ-3, наверное, самых вкусных. Потому что, ну, реально, таких-то вещей я не могу сказать. Она очень вкусная. Практически вся ринейка. А Устрицы, это же произведение очень впечатляет? Нет, это единственный человек, который отказался на своей форме. А-а-а-а-а. Так он не сочетает. Не, на тему Устриц в Шотландии они прям любят это рекомендовать налево и направо. Причем, многие, там, говорят, вот именно наш виски, где можно подавать с Устриц. Другие говорят, вот именно наш. Но я столкнулся с тем, что у нас огромный дальневосточный виски. Они все-таки вообще не сочетаются. Это лично мое. Вот субъективно, я не знаю. У них более ярко выраженный вот этот вот соль. Бодрость. Бодрость. Скорее даже не соль, а именно бодрость. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но вот если там скопченым, ну окей, тогда я просто к чему веду? А? Я кустриц добавил отбек, а он у меня спал. А, ну так, да? Я просто к чему веду? Потому что маленькие, не помню, как они правильно называются, короче, они становятся с севера, прохладные в обеде. И это именно Устриц. По размеру они маленькие, возможно, какая-нибудь. Да, но суть в чем, в том, что она во вкусе очень деликатная, такая, ровная, пикнеет, практически любой есть. Ну именно вот там можно чуть капнуть, либо в сочетании. Кому-то точно нравится. А вот у нас большая часть, которые подают, это достаточно большие такие Устрицы. Ну, в принципе, считается, что мы большие Устрицы. Это вот переростки такие, да, и с точки зрения, гастрономии у них уже спут более круповатый. Поэтому здесь достаточно спорный момент. Мы все время говорим, правильно. Но бочки, бочки, у меня такое, что у меня такое качество воды. Так с вашей точки зрения. Смотрите, раньше рассказывали очень часто, приезжают к брендам. Я просто помню, когда я сам не работал в алкогольной сфере, а скорее, поскольку участвовал в индустриях, приходил, слушал, и слушаешь, я вам во второй раз сказать, вот, мы берем натуральную воду прямо из реки. В Шотландии, даже если берут воду из реки, например, там, дрот поберлал, реально берут воду из реки. Но вода стоит столько дней очистить. Единственное, что венуха не дистиллирует. Нет. Это, ну, в шумане принято считать, что это дистиллированная вода, типа она уже мертвая вода. И ее используют уже не совсем корректно. Сначала идет очистка механическая, потом идет деминерализация, и идет забор на микроорганизм. Потому что вот эти первые, предыдущие два этапа не всегда дают этот эффект на удаление микроэлементов. Почему? Потому что, если это надземные источники, озеро, река, есть вероятность того, что туда могут попасть какие-то, кавычки, элементы. В Шотландии наиболее популярный, влияющий фактор на источник воды, это аграрная промышленность, в том числе и крупно-рогатый спорт. Но если мы говорим о Скапе, река там на самом деле, она какая-то, там по кругу практически ничего нет. Если мы говорим о Аберлау, у них река, она холманская. Они называют это горой, но я говорю, был от горы, ваш атлантин, так не говорите, они один из них. Они говорят, это наша гора, и такой, где? Ну просто как бы, да, вот, или там, это река. Вот этот ручейк у нас просто, знаете, в лес идешь, когда там загребаешь, ну вот, в два шага перешагнул, все, как вроде, ну я утрирую, конечно, а на таких, как, ну, глинли, у них скважина, колодец, источник, там более, глубина более 100 метров. Клон-морт, там вообще есть отдельная история, они рассказывают, что у нас подземное озеро, и все-таки, подземное озеро, это как, там, ну, не подземное озеро, а там, ну, как, попали в резервуар. Да, там резервуар. То есть, фактически, это воды, которые находятся на глубине, то есть, там, примерно, около 100 метров. Все это считается, ну, как бы, вообще, официанская вода. Вот, но даже эту воду предварительно очищают, генерализируют, и контроль качества воды очень-очень жесткий. Но, если говорить вот о всех циклах, которые так или иначе задействованы, пойдутся риски, есть мнение, что 80% это бочка, оставшиеся 20% это зерно, вода, дрожжи, перегонный куб, люди и так далее. То есть, всего 20%. Если мы приведем пример, не знаю, там, с каким-нибудь ромом, там другая история. Там пропорции, наверное, будут один к одному, потому что у рома есть очень сильное влияние патока это, либо сок сахарного тростника, и так далее. То есть, сырье очень играет большую роль. Если мы берем коньяк, то там тоже сырье играет ключевой роль. И не случайно, например, в коньяке, или там, в романьяке есть четкий регламент, где вы можете сырье оттуда использовать. В Шотландии такого регламента нет. Есть ячмень, и сейчас Шотландия уже давно не обеспечивает себя ячменьом в том объеме, в котором индустрия не скрепляет. И в том числе, там крупные заводы, они могут допускать использование сырья определенного из границ. Но заводы не очень большие. Так или иначе, это выделяют от них ключевую особенность. Ну, завод про Глингстит вообще ничего не говорят. Про Лонгморн Аберлау четко есть информация, что это ячмень, выращенный только в регионе Спейссад. Там даже, ну, привязка к региону. Поэтому, ну, здесь это очень-очень такой спорный. Ну, они это не выделяют четко прям вот так, но у Аберлау они говорят, что у нас есть там контракты с определенными достичками зерна. Все зерно выращено в радиусе 15 миль, то есть, грубо говоря, по 40 километров в радиусе от завода. Это договоры с фермерами. Да, да. Но там фишка такая, что договоры с фермерами поставляют зерно не фермерами. То есть, там есть посредник, который выкупает у этих фермеров зерно, подготавливает, проращивает это зерно, просушивает, то есть, процесс вложения не на заводе. А потом уже готовое зерно пророщенное, просушенное привозят на завод. На заводе стоит мельница, и все, и цикл производства начинает с этого момента уже за действием, завязан на заводе. Сейчас практически 90% всех заводов Шотландии работают в таком-принципе. Как нам объясняли, чтобы, условно говоря, самостоятельно солодить ячмень даже там на 1 миллион литров в год, это еще один завод, наверное, стоит. То есть, достаточно затратный. А заводы, которые произойдут 4, 10, 20 миллионов. То есть, это абсурдная история. А вот это прикольное развлечение, то, что когда там говорят, мы у себя на заводе праващего нечего. Да, действительно, есть такая практика, но, как правило, это... но, если не ошибаюсь, баловый не есть, но они лишь часть, какую-то часть заводят сами и какую-то часть покупают. Точно не знаю, в процентах, да, там объемы уже на таком уровне, что... И большая часть заводов, куда привозят туристов, говорят, а отгадайте, вот это, типа, у нас историческое здание 19 века, все цеха функционируют, но один не функционирует, как гадайте, какой-то. Эта загадка очень простая, скорее всего, саладина. Раньше, ну, объемы были меньше, и саладина при заводе, собственно говоря, справлялась с теми потребностями, которые необходимы. Я такого в Бондарии тоже уже почти никого не осталось. Сейчас, коротко, одно объявление, просто хочу сделать такой, ребята, опрос, традиционно, два релиза, которые понравились больше всего. Ребята, в онлайне, напишите, пожалуйста, в чат, цифра с одного до пяти, два релиза, которые вам больше всего понравились. Сейчас пройдусь, попрошу здесь, всех в онлайне, и потом уже подведем такой итог, выберем два самых крутых сегодняшних релиза. Продолжай. Да, на самом деле, я повторюсь, основной рассказал, так что, если есть вопросы, может, у нас в онлайне есть еще вопросы. У тебя вопрос такой, правда, у кого-то в голове еще осталось? У многих, ну, не у многих, а многие дистиллерии, в том числе, у них есть штатный бомбик, но он работает а-ля, там, несколько дней, в месяц. То есть, фактически, это такая, ну, номинальная единица штатная. Вот, что еще есть бомбик? Нет, у нас, мы практически все бочки покупаем у стучка, ну, лидера, который делает самый-самый, большой объем бочек для штат-лайки. На наших заводах нет бомбика, собственно. у других производителей я не исключаю. У большинства просто есть цех, и он зачастую используется, как, знаете, так туристам показать. Насколько он действительно функционирует? То есть, в современной индустрии, окей, там бочка из-под бурбона стоит 100 долларов, но, чтобы ее привезти в Шотландию и перебрать, нужно доп. оборудование. И вот там приезжайте на профессиональную бандарню, там, ну, цех, я не знаю, как, ну, как ангар огромный, и там кучу-кучу специального оборудования, которые, ну, заточены специально под там сборку, обрисовку бочек и так далее, да-да-да, обжиг. А в рамках поток бочек он не такой, он цикличный, но цикличный в плане того, что там раз в год приходит партия бочек, да, ну, в кавычках, раз в год, или там два раза в год. Получается, ну, один человек вряд ли за короткий промежуток времени не сможет. Поэтому зачастую возможно это такой, да-да, ну, то есть есть доля, определенная доля оптимизации во всем, в том числе, в данном случае мы говорим о бочках, потому что как нам рассказывали, типа, когда они покупают бочки в бандарне, каждая бочка, ну, там, клеймо определенное конкретного бондаря. Если вдруг в бочке что-то происходит, ну, потом понятно по вине производителя бочки, ну, или там, в бандарне, то есть определенное соглашение, как регулировать это, да, потому что это реально конфликт, потому что прежде чем стать бондарем, в Шотлане там такая история, что лет 5 просто принеси подай, вот, и только потом, когда ты, типа, все, доказал свое мастерство, тебе доверяют, и как раздельная пласть, то есть участвуют за каждую бочку сходу. То есть там есть такая история, что, ну, он лучше произведет в день не 10 бочек, а 4, но не получится так, что там 10 бочек, 2 будут бракованы. там спирт залить, там, 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 нам рассказывают, что на складах контроль бочек идет к такому принципу, что ходят, смотрят снизу на бочку, то есть если есть подтеки, то самое отличное, если снизу бочки подтек, потому что если вовремя не заметить, ну, практически, вот, весь спирт там за время может там и вовремя обнаружить, но, а мы были на Бандарне, я говорю, а вот это что, а там прям ну, донья, и верхняя часть, где скреплены две доски, видно, вот, знаете, когда какое-нибудь дерево смолу выделяет, повреждение какое-то, я говорю, а это, ну, это же бизнес, ну, весь, зачем, они говорят, это не грешно, это наверху, и, типа, это не так страшно, страшно, если внизу, или там, в нижних клепках появится либо трещина, либо, да, ну, как вам, что-то происходит, определенные, вот эти локуны, дрексины, или что-то, Слышеные, в принципе, можно же перевернуть, надо снизу, да, потекать. Первый вариант, тут проще слить спирты, чтобы не рисковать, ну, выкоснуть, и, ну, перевернуть, все. Какая ваша личная оценка, хотя бы, в основном, лоуков 23? она не изменилась, все. Вы имеете ввиду, в баллах, ну, я, 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 честно, в баллах никогда виски не оцениваю, я, для меня, это чуть-чуть, я либо не далось еще до вот этих цифр, либо я по другим критериям оцениваю виски, если я пишу так, что это вот наливаясь в бокал, ты хочешь просто сидеть, слушать аромат, не пить, именно слушать аромат. Вот это про капердоник, почему? Потому что я случайно вначале сказал, что оставьте его и вернитесь чуть-чуть, какое-то время. Вот я вначале тоже об этом говорил, что у него очень гастрономичные характеристики. Мне, я к дымному виски очень хорошо отношусь, но в какой-то момент я просто, видимо, буду встал от дымного виски, и был период, когда я дымный виски вообще не пил, года полтора, наверное. Вот, а потом, думаю, а да, мне надо вот освежить рецепторы. Дома у меня пару бутылочек, открываю, делаю глоток и понимаю, что либо у меня с рецепторами, да, что все, либо у меня за эти полтора, два года восприятие настолько изменилось, что мне вообще не нравится тот виски, который я раньше пил, и говорил, вау, круто. Другой, потом через какое-то время плохой, который мне вообще не нравится. Ну, здесь просто не про бренды, а вообще, я такой, вау. Либо они что-то с ними сделали, но с ними сделали, хотя бы маловероятно, потому что это регулярно, что там, не такой большой разбег иметь. Вот. Ну, наверное, еще у Капердоник очень сильно начинает работать за эту историю, чтобы ты его больше не попробуешь. То есть, отчасти она, наверное, мешает объективной оценке. отчасти. Хотя, ну, как же, короче, лечит. Лечит? в общем, не знаю, чего. в общем, что, я готов подвести итоги. Давай. Ребят, очень интересно получилось. У нас на первом месте Копердоник 18 лет, 10 голосов на него, а второе место Гленки 21, 9 голосов, то есть очень-очень близко, но мы, поскольку за 2 голосовали, в принципе, их можно оставить. 2,3, я тоже голосовал до 2,3, попробовал их уже второй раз, потому что они были у нас до ЭП, на самом деле полностью согласен, и можно сказать, что третье место, это Ванг Морн на 23-летний, 8 голосов набрал, в принципе, такая очень плотная стройка. Я считаю, отличный виски, отличный вечер, спасибо Саше, давайте еще раз поблагодарим вам. У нас еще такой незакрытый гештар есть, это Bryce Ливит, а я думаю, здесь мы бутылочку найдем и разольем, или сделаем какой-нибудь еще вечер интересный. Вот, всем спасибо, спасибо ребятам в онлайне, кто присутствовал, спасибо вам, мы продолжаем наш вечер, ребята из онлайна, всем пока, участвуйте в наших дегустациях, будет много интересного. Спасибо, Александр, спасибо, Евгений. Спасибо вам. Участвуйте в нашей дегустацию всегда очень удобно, когда организатор, не считает, правда, и не дегустаций. Дим, тут запрос на индивидуальный прайс-лист, он у нас сегодня с Димой присутствует, кто не знаком, знакомьтесь. Вот, каждый получит вот такое вот, без предложения, но на самом деле очень мало осталось бутылочек, поэтому надо поторопиться. Всем причем. Все, ребят, онлайн. Дима, в этот момент встает и пересаживается такой, да? А, мы же не разыграли, да, точно. Ребят, ручка Паркер. Был очень активный у нас пользователь Сергей из онлайна, очень много вопросов задавал, поэтому Сергей. Паркер онлайн. Спасибо, спасибо. Убра. Все, ребят, всем пока. Включайся. Спасибо.